Добрый день, господа! Приветствую всех, кого удалось в этот солнечный, пятничный, практически уже завершившийся день присоединиться к нам, несмотря на определенные технологические возникшие проблемы. Меня зовут Андрей Любимов, я представляю компанию Microsoft партнерскую группу и тему сегодняшней встречи, которую мы бы хотели с вами провести, это окончание поддержки Windows R2003, R2, всех возможностей. Дата, конечно, уже не за горами, это уже даже не через полгода, уже в тех приемлемых сроках, когда начинают все планировать отпуска. Но вот 14 июля 2015 года совершенно мы бы хотели бы поговорить, что это может за вами повлечь, это данное событие для вас, как для партнеров, для вас, как заказчиков, для вас, как заказчиков, партнеров нашей компании и насколько это вообще серьезно, проблема или нет. Проблема, с нашей точки зрения, достаточно немаленькая, по той простой причине, что Windows R2003 был достаточно серьезным таким хитом программного продукта в линейке компании Microsoft, и на сегодняшний день очень многое болеет количество заказчиков, вот по нашей там некой всемирной отражающей, я бы даже сказал, тенденцию в Украине статистики, более 75% компаний так или иначе имеют все еще в своем составе серверных мощностей, соответствующую платформу. Соответственно, это вызывает очень множество технологических и различного другого операционного плана сопровождения систем, соответственно, мы бы и хотели немножко поговорить. Обычно партнеры и наши заказчики привыкли, что компания Microsoft больше рассматривает подобные мероприятия с точки зрения лицензионного и маркетингового отношения, рассказать про новые продукты, рассказать про продукты, про то, что будет в новых версиях или уже есть в новых версиях, для того, чтобы смотивировать на функционал, то есть как продажу, грубо говоря, лицензии нового продукта, монетизацию новых каких-то вещей. Я же, как представитель компании Partner Group, наша компания, то есть моя технологическая роль называется Partner Technology Strategy, эта задача поддерживать в определенных сегментах практически и партнеров, и заказчиков по внедрению и по размышлению вообще с технологической точки зрения, зачем это нужно и какие вообще проблемы возникают в проектах миграции. Соответственно, я бы хотел в нашей сегодняшней таком мероприятии немножко больше сконцентрироваться на сугубо технологической по точке зрения, или стороне вопроса цен, там лицензионного отношения, то есть во что это там может выливаться, мы постараемся оставить вне сегодня рамок нашего общения. Каким образом хотел бы, чтобы мы с вами это погрузились в такую технологическую дебри или больше технологическую составляющую. Не секрет, что компания Microsoft работает очень плотно с партнерами, и у нас за последующие полгода достаточно существенно и качественно изменилась работа с нашими партнерами во всем мире, в Украине, очень даже можно сказать более прогрессивно. В чем она заключается? Мы перестали стараться быть исключительно Microsoft, а с точки зрения Windows сервера и всех продуктовых линейок мы стали все-таки понимать, что мир немножко более многокрайнен, много гетерогенности. Соответственно, подобная компетенция жизни продукта, даже нашего продукта, Windows сервера и любого другого продукта серверного более высокого порядка, чем операционная система, он живет у заказчика в гетерогенной среде и подчиняется определенным сложностям, определенным правилам, определенным политикам жизни. Соответственно, наиболее полную картину представления такой гетерогенной меры представляют наши партнеры, которые непосредственно живут в инфраструктурах и системах заказчика, соответственно, являются адвокатами, более правильно даже сказать, ваших как заказчиков конечных таких технологических потребностей. Соответственно, дабы быть более объективными или более адекватными для подобных средств, мы стали выбирать очень сильных компаний в компаниях-партнерах технологических людей, которые понимают эту сущность и, главное, могут на практике и донести ее до вас, как для заказчиков, что хорошо, что плохо, на что сакцентировать внимание, сделать руками, то есть быть, грубо говоря, дуэрсами, а не толкерсами, то есть людьми, которые что-то делают, и они больше говорят. И подобным человеком в качестве такого эксперта мы в данную сессию пригласили Сергея Новикова, специалисты компании АМИ, которые уже имеют достаточно большой опыт по выполнению непосредственной миграции с соответствующих продуктов, про которые мы говорим. Более того, компания АМИ, для того, чтобы поддержки нас с более глубокой, более качественной наивых проектов, она является участником программы P-Seller. Что это означает за компания P-Seller? Для того, чтобы такие люди были более поддерживаемы и более качественно предоставляли услуги и сервисы для вас, как конечных заказчиков, мы на определенных условиях погружаем наших компаний, этих специалистов, про которые я рассказывал с очень глубоким опытом, в нашу вот эту программу P-Seller. Фактически этот человек становится аффилированным сотрудником компании Майкерсел, с доступом ко всей информационной базе, ко всей технологической базе, с доступом ко всем специалистам внутри нашей компании, как будто бы это специалист нашей компании. Он продолжает жить и работать у компании партнера, получать там зарплату, соответственно, попадать под мотивацию и попадать под задачи, цели и ограничения, которые определяет компания партнера. Компания партнер определяет не решение, в первую очередь, проблем компании Майкрософта, а решение проблем компании заказчиков, потому что этого, их целевая аудитория, ради нее эти компании существуют, соответственно, релевантность быть в ваших глазах конечных заказчиков, подобная цель, она более таким образом защищается. То есть она становится только, в данном случае, усилием тем, что подобный сотрудник компании партнера, в данном случае Сергей Новиков, получает полностью доступ еще и ко внутренней базе информационно-технического обеспечения компании Майкрософт, соответственно, устраняются лишние какие-то преграды для донесения всей полноты знаний, которые, наверное, о своем же продукте владеет только Майкрософт, в вот такую гетерогенную среду. На этом я посчитаю, что сделал некоторое такое введение для Сергея достаточно масломасляное. Сергей, как ты считаешь, чтобы сейчас изложить свой опыт нашим уважаемым аудиториям? Да, Андрей, спасибо. Коллеги, я тоже вас приветствую на этом вебинаре. Несмотря на такие небольшие технические сложности в начале, я надеюсь, у нас все пройдет хорошо. Так что давайте приступим. Как раз я с технической стороны здесь буду освещать переход с 2003-го, так как я этим и занимался у заказчиков. Ну и плюс у меня достаточно большой, более чем 7-летний опыт работы еще и как Майкрософтским тренером. Так что, надеюсь, это будет не только с технической стороны, но еще и доступно. Вначале давайте посмотрим на вообще возможности для такого перехода на новые линейки. Это актуальная на сегодняшний день 12R2. Сразу скажу, что их вариантов таких два. Это либо обновление, либо миграция. Обновление, по-английски это называется in-place upgrade, оно более, наверное, явно отражает, что мы делаем. Это обновление операционной системы на компьютере с сохранением того, всего, что на нем есть. И второй вариант – это миграция, когда мы устанавливаем новый компьютер и переносим те данные, которые были на исходном компьютере, на целевой компьютер. К сожалению, с 2003 сервера такое обновление либо очень затруднено, либо невозможно. По моей практике, большинство серверов, которые я видел под 2003, были 32-битными. Я думаю, что многие из вас, если посмотрят на свой парк, то тоже с этим согласятся. Но, начиная с 2008 R2, Microsoft перестал производить 32-битные версии серверов, а битность сервера является одним из ограничений по обновлению. Соответственно, на всех серверах, которые у вас являются 32-битными, обновление, в принципе, невозможно. Соответственно, такая возможность сохраняется только для серверов с архитектурой 64-битной, то есть это Windows сервер 2003, X64. Но за счет того, что у Microsoft есть такое золотое правило, которому он придерживается – это поддержка двух предыдущих версий. Поэтому для 2012 R2 2003 уже не является такой вот предыдущей версией, с которой поддерживается обновление. Поэтому в таких случаях приходится делать промежуточный шаг, то есть переходить в начале, например, на 2008 R2, а потом уже с 2008 R2 на 2012 R2. Понятно, что это, получается, еще дополнительные накладные расходы, плюс нужно иметь соответствие на, например, редакцию, плюс язык операционной системы тоже должен быть сохранен, и плюс это время на как раз обновление. При самом обновлении сервис, который крутится на этом сервере, недоступен. Соответственно, у нас получается необходимость более такого простого и удобного метода переноса сервиса. И вот таким вот вариантом у нас является миграция. Миграция – это перенос уже с сервера на сервер. Понятно, что тут необходимо, чтобы у нас был второй, либо, если это у нас физический сервер, либо, соответственно, виртуальная машина. Так как сейчас наибольшей популярностью пользуется именно виртуализация, то чаще всего переносят именно на виртуальную машину. И с ее наличием обычно проблем бывает меньше, чем с покупкой нового сервера, что может занять иногда до нескольких месяцев. Поэтому я тоже рекомендую именно производить миграцию. При этом у нас никаких ограничений нет по битности нашего исходного сервера, по соответствующую редакцию, по языковой версии. И к тому же, что очень важно, у нас обычно не нарушается SLA, так как простой сервис при этом будет минимален. За счет того, что у нас время простое будет именно на момент переключения с одной машины на другую. И второе – это при, например, неудачной миграции, когда у нас что-то пошло не так, мы можем просто продолжить работу еще некоторое время на старой машине, до того момента, как мы устраним те проблемы, которые возникали у нас в процессе первой миграции, и дальше уже повторим попытку. Поэтому все дальнейшие процедуры мы будем говорить именно с точки зрения миграции. Я еще позволю тут сказать два слова. То есть ты вот сказал, что достаточно редкое в твоей практике было X64, но в моей практике еще были гораздо реже ситуации, когда был и Таниум, и A64 версия. На тот момент Microsoft тоже разрабатывала его линейку. Здесь необходимо отдельно сказать слово, что Microsoft уже давно прекратила развитие, соответственно, и A64 платформы. Это означает, что, к сожалению, пользователям этой версии придется достаточно серьезно посмотреть не только на перенос операционной системы и приложений, но и переработки бизнес-приложений, которые использовали соответствующую технологическую архитектуру. Ну, это так, маленький геранс. Да, Андрей, спасибо большое. Действительно, такая получается редкий зверь, но действительно у кого-то он может стоять, поэтому дополнение абсолютно правильное. Спасибо. Ну и, соответственно, по миграции у нас варианты какие будут? Это либо мы просто покупаем новый сервер и поднимаем операционную систему на нем, соответственно, дальше мигрируем те сервисы, которые были на исходной машине. Либо это у нас, как я уже говорил, перевод на виртуальную машину под каким-либо из гипервизоров. Соответственно, это у нас получается частное облако и процесс обычно часто называют P2E, physical to virtual. Либо это у нас еще один вариант, это перевод на виртуальную машину в микрософтском облаке Azure. Тоже вариант достаточно интересный, так как нам не требуется уже иметь какую-то свою инфраструктуру для виртуализации и можем пользоваться всеми преимуществами Azure. Ну и для некоторых сервисов это просто перевод в облако. То есть, если у вас, например, на этих машинках крутился, например, тот же Exchange или SharePoint, то можно рассматривать вариант и перевода, например, тех же сервисов, но уже в облачную инфраструктуру в Office 365. Тоже со всеми преимуществами, связанными с упрощением администрирования, с отсутствием необходимости в тех квалифицированных специалистах, которые поддерживали новые версии. Поэтому, ну и, соответственно, как у администраторов у вас просто меньше головной боли, связанных с этими службами. Вот. Ну, это уже как бы те варианты, которые у нас есть. И на сегодняшней презентации мы все-таки сосредоточимся на вариантах, связанных с переносом самого сервиса. Вот здесь уже неважно, будет ли это физически другой сервис, виртуальная машина, либо виртуальная машина в Azure, потому что, по сути, технологически у нас перенос будет выглядеть, миграция одинаково. И здесь я добавлю, Сергей, почему здесь вот неважно, физическая платформа или виртуальная. Еще на уровне 2003 линеек продуктов, даже некоторых версий 2007-х, версий продуктов у Microsoft, даже внутри, собственно, гипервизора Microsoft Hyper-V и более предыдущих вариантов Microsoft Virtual Server, там 2005, например, был такой еще продукт, уже, наверное, про него кто-то позабыл, были ограничения технологической поддержки в продакшене даже своих продуктов. То есть, например, стандарт редакции, зачастую, какого-нибудь продукта, их ченнижном поддерживаясь, Enterprise уже не поддерживаясь. На сегодняшний день, уже более пяти лет, Microsoft предоставляет полную поддержку для полных набора всех продуктов, которые у него есть, всех редакций, всех версий, без каких-либо ограничений, поэтому получается так. Все, что у вас может запуститься на реальном физическом железе, все может запуститься и в любом гипервизоре, даже не только в Microsoft, если говорить очень широко про гетерогенную среду, с полной технологической поддержкой. Да, Андрей, спасибо. И тогда, если говоря именно технологически о самой миграции, то здесь в любом случае будут несколько шагов, которые нужно будет сделать для этого. Во-первых, нужно определить, кого мы будем мигрировать. Если компания не очень большая, то это достаточно просто, так как вы сразу знакомы с тем, что у вас есть, и знаете, что у меня на 2003 крутится этот, этот и этот сервер. Ну и дальше уже формируете план действий по переносу. Вот, если же вы, например, пришли к заказчику и не знаете его инфраструктуру, то в этом случае там могут использоваться какие-то дополнительные ресурсы, типа того же Microsoft Assessment and Planning Toolkit Map, как вариант для такой инвентаризации и оценки того, что есть сейчас в компании. Вот, и дальше нужно определять вообще, а что мы можем переносить, а что нет. Потому что случается, что в компании используется какое-то ПО, которое написано там, например, и работает только там под старыми версиями, и как бы уже, например, вы знаете, что его там невозможно запустить под новой версией. Соответственно, это будет та машинка, которую либо придется, соответственно, переносить этот сервис на, полностью переводить на какую-то другую платформу с другим программным обеспечением, либо, соответственно, оставлять на 2003. Но, как бы, большинство сейчас кандидатов, особенно если вы используете, как бы, стандартные сервисы, они достаточно легко переводятся на новые версии, и как раз вот я хочу показать, как это делается. Мы не только покажем, но мы еще и поговорим, а еще и покажем в конце, насколько я понимаю. Правильно. То есть, я постараюсь вам это именно еще и продемонстрировать на практике, для того, чтобы вы это действительно не только услышали, но и увидели. Поэтому у нас в конце будет небольшая такая демонстрационная работа, где я покажу миграцию двух ролей серверов. Смотрите, в любом случае, когда мы определили, что вот этот сервер с этим сервисом мы хотим мигрировать, то у нас есть некоторый общий шаблон, что вначале нам нужно сделать некоторую подготовку к миграции. Она может заключаться, ну, в любом случае, это нам нужно будет там установить операционную систему на новом сервере и выполнить некоторые подготовительные шаги. Дальше это миграция, соответственно, это миграция самих данных, которые необходимы для этого сервиса. И после миграции нам будет нужно сделать как раз шаги завершающие. То есть, это обычно как раз отключение предыдущего сервиса, если оно делается на этот момент, и, соответственно, включение нового сервиса. Возможно, это там еще дополнительные шаги, все зависит от тех ролей, которые мы мигрируем. Ну и, соответственно, дальнейшее это уже включение в работу. И, как видите, что у нас, например, простой сервис бывает либо на этапе только уже шагов после миграции, либо это может быть на этапе миграции плюс шаги после миграции. Вот при этом он в любом случае обычно бывает не очень большим. Так что давайте посмотрим на примерах, что же нам нужно. Для того, чтобы смигрировать стандартные роли, которые используются, я думаю, у всех из вас, например, это Active Directory Domain Services, это могут быть Certificate Services, DNS, DHCP, и это могут быть и те же файловые сервера, принт-сервера. Нам потребуется чаще всего использование Windows Server Migration Tools. Он не для всех из этих компонентов нужен, но я буду как раз говорить о том, где нужен, где нет. Соответственно, для тех компонентов, где он нужен, нам что будет нужно? На целевом компьютере, то есть на компьютере под управлением 12-й R2, мы устанавливаем компонент, который называется Windows Server Migration Tools. Это специальные утилиты, которые появились, начиная с 2008-го R2 сервера, и они позволяют нам как раз достаточно легко мигрировать сервисы на новый компьютер. Но вопрос о том, что таких же утилит нет на 2003-м сервере, как же нам их в этом случае использовать? И для того, чтобы это было возможно, в сервере Migration Tools есть специальный, тоже покажу, Commandlet для подготовки некоторого пэккеджа, который мы дальше копируем на наш исходный компьютер с 2003-м сервером и дальше запускаем его. Но так как эти компоненты у нас работают под PowerShell, то нам будет требоваться соответствующая поддержка в базе. Соответственно, для 2003-го сервера, на котором у нас по умолчанию нет установленного и .NET, и PowerShell, будут требоваться два компонента. Первый – это .NET Framework версии 2.0. И второй компонент – это Windows PowerShell, либо первой, либо второй версии. Я рекомендую устанавливать PowerShell из… Сейчас идет комплект Windows Management Framework Core. Там, кроме PowerShell, еще WinRM устанавливается. Для 2003-го сервера я как раз в презентации сделал статью «Knowledgebase 968.930», в которой это небольшой 6-мегабайтный файлик, устанавливается PowerShell. После того, как мы вот эту подготовку сделали, на исходном компьютере мы устанавливаем небольшой пэкэдж, который у нас подготовлен с помощью Windows Server Migration Tools, и, по сути, наш исходный компьютер будет готов к миграции. Теперь давайте пройдемся по ролям, что и как мы можем мигрировать. Такая достаточно простая миграция, которая даже не требует Windows Server Migration Tools – это миграция Active Directory. Но, правда, тоже там есть свои нюансы. Во-первых, чаще всего миграция Active Directory заключается в чем? Что мы добавляем новый контроллер домена, под управлением у нас в данном случае будет 12-го R2, а дальше на него переносим те FSM-роли, которые у нас, например, были на старом сервере, и, соответственно, удаляем старый сервер. Ограничения при этом у нас есть некоторые такие ограничения. Во-первых, для миграции и установки такого сервера по 12-м R2 нам нужно, чтобы режим функционирования домена и режим функционирования леса у нас были не ниже Windows Server 2003. То есть режим функционирования Windows Server 2000 Mixed или Windows Server 2000 Native в 12-м R2 не поддерживается. Поэтому я надеюсь, что у вас уже давно нет 2000-х серверов в качестве доменных контроллеров. По моему опыту скажу, что сейчас это уже совсем такая редкость и экзотика, но все в жизни случается, поэтому это тоже нужно учитывать. Второе. Для того, чтобы у нас новые контроллеры могли работать, нам нужно, чтобы у нас был обновлен лес и обновлены домены в соответствии с теми изменениями, которые есть в 12-м R2. По умолчанию нам не нужно ничего дополнительно делать. То есть мы можем запустить ранее, как это называлось, мастер DC-прома, а сейчас мы запускаем мастер уже из нашего инструмента сервер-менеджер. И в графическом режиме обычно у нас проходит установка в начале самих бинарников, а потом уже подготовка этого сервера в качестве доменного контроллера. При этом вы можете ни о чем и не думать. Но если, например, вы устанавливаете первый доменный контроллер в другом сайте, чем, например, тот контроллер домена, на котором находится роль схемы мастер, то в этом случае желательно сделать некоторую подготовку из того же домена, из того же сайта, где у нас располагается и хозяин схемы. Хозяин схемы – это та роль, на которой производится обновление нашей схемы. И такие обновления желательно делать в одном сайте. Почему? За счет того, что если вдруг у нас что-то случится с нашим сетевым подключением, то схема может не дообновиться, что может привести к достаточно серьезным проблемам. Поэтому в таких вот случаях делать подготовку отдельно с помощью утилиты ADPrep. Это утилита, которая находится на компакт-диске или ISO-образе с 12-м R2 сервере в папочке support ADPrep. И здесь мы можем выполнить две таких команды. Первая – это ADPrep slash forest prep – это подготовка нашей схемы. И ADPrep slash domain prep – это подготовка уже самого домена. При этом нам обязательно, чтобы мы имели соответствующие полномочия – это полномочия enterprise admins и схема admins. Вот это вот такие обязательные требования. Ну, понятно, потому что это затрагивает именно ядро, собственно, самого Active Directory. Окей. И если мы сделали такие подготовительные шаги, то мы можем просто устанавливать наш доменный контроллер из мастера. Ну, и дальше, после того, как мы производим такую миграцию, то следующее, что у нас остается – это смигрировать FSMO-роли. Для тех, кто не знает, что это такое, FSMO-роли, или по-английски это расшифровка Flexible Single Master Operations, это пять ролей, три доменных и две роли на лес, которые используются для некоторых привилегированных операций. Потому что часто говорим о том, что все доменные контроллеры равны, но там за некоторым исключением со звездочкой. И вот это как раз звездочка – это эти FSMO-роли. Соответственно, это те операции, которые нам нельзя делать в режиме множества мастеров. И, например, обновление схемы как раз к таким операциям и относятся. То есть нам нельзя допускать коллизий, поэтому такие роли были вынесены. Это три доменные роли, вернее, три роли лесных – это хозяин схемы, хозяин именования доменов. И три роли, которые существуют на каждом из доменов – это PDC-эмулятор, это Infrastructure Master и Readmaster. Я сейчас не буду совсем подробно на них останавливаться. Это все-таки не тема нашего вебинара. Но скажу, что в каждой из этих ролей один из доменных контроллеров, соответственно, либо в лесе, либо в домене, будет исполнять такую роль. Это, по сути, некоторый флажок. То есть это не какая-то дополнительная функциональность, которую надо еще устанавливать. И этот флажок говорит о том, что я сейчас выполняю такую роль – роль арбитра. Поэтому, если у нас вот эти роли установлены на старом 2003 доменном контроллере, то их нам нужно перенести. Соответственно, мы это делаем. Делаем это либо из графического интерфейса, либо из интерфейса командной строки. Давайте, кстати, может сейчас, чтобы чуть разнообразить, чуть-чуть покажу вам, как это делается. Если мы сейчас посмотрим... Так, я сейчас дам доступ к программе. И посмотрим, как это у нас все происходит. Что у нас есть в наличии? У нас сейчас в наличии несколько серверов. Это V2K3 – это доменный контроллер. Это V2K3SRV – это файловый сервер. И есть у нас два целевых сервера. Это 12R2DC, который будет доменным контроллером. И 12R2SRV, который является сервером файловым и потом DHCP. Окей, поэтому что мы сейчас делаем? Сейчас я просто покажу по поводу этих ролей, как мы их можем переносить. Самое простое, что мы можем сделать, это с помощью графических инструментов. Я сейчас то же самое покажу на 2003, но как бы те же инструменты есть и на 12R2. Если мы зайдем в, например, Active Directory Users and Computers и посмотрим правой кнопкой на наш домен, то посмотрите, у нас есть такие пункты Operations Masters, где мы можем видеть, кто у нас эти роли сейчас использует. Также можно это сделать с помощью, например, командной строки. Кстати, достаточно просто. По крайней мере, там сразу у нас все роли будут. Сейчас я увеличу шрифт. Утилита NetDom NetDom Query FSMO Это нам на новом сервере. Так, что там написано? Так, сейчас. NetDom 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 Fs Вот. И с помощью вот этой вот команды мы можем сразу посмотреть who is who. Как видите, сейчас у нас все эти пять ролей держит контроллер наш TST V2K3. Вот. И мы, соответственно, можем в дальнейшем их передать. Соответственно, если мы вот эти вот последние три роли PDC, read и infrastructure, это доменные. Соответственно, это можем сделать, например, с помощью оснастки Active Directory Users and Computers. Но вот здесь вот, кстати, иногда путаются о том, а как. Вот я сейчас смотрю Operations Masters. Кнопка Change есть, но у нас она Change на тот же сервер. Как тогда передать? Для того, чтобы можно было это передать, нам нужно, чтобы эта оснастка подключалась именно к тому доменному контроллеру, куда мы хотим передать. Соответственно, нам нужно будет вначале правой кнопкой на Active Directory Users and Computers выполнить команду Connect to Domain Controller и указать тот доменный контроллер, который нам нужен. И после того, как мы подключились непосредственно к необходимому доменному контроллеру, мы переносим эти роли. Что касается… Давайте сейчас я начну вот этот вот процесс. Я на доменном контроллере, который у нас будет новый, 12.r2, сейчас установлю соответствующую роль Active Directory Domain Services. И пока это все будет устанавливаться, еще чуть-чуть поговорим. Что касается наших лесных ролей, то все то же самое делается с помощью оснастки Active Directory Domains and Trusts. Здесь у нас, посмотрите, тоже есть вот этот вот Operation Master, но тут у нас только идет Domain Naming Master. Вот, The Domain Naming Operations Masters. Вот, то же самое, что перевод у нас, когда мы подключаемся к необходимому доменному контроллеру. Так, сейчас, что у нас там пишется еще… Так, по-другому перевод тоже возможен. Либо это у нас будет… Есть достаточно это уже давняя утилита NTDSUtil, с помощью которой мы можем как раз наши роли передать… Как раз это у нас… Как раз это у нас… Вот они… Roles… Вот… Всегда там, если вы, например, не помните, что нужно там сделать, то выбирайте кнопку Help и все будет сделано. Connections. Вот. Ну и дальше там надо Connect to Server. И после этого мы делаем там передачу наших ролей. Трансфер там какая роль. Вот. В случае, если вдруг у нас старый доменный контроллер недоступен, то делаем вместо TransferSys. Но вот не рекомендую, если он старый доменный контроллер жив, то только TransferSys. Это в крайнем случае. Так. Смотрим, что у нас там сейчас с нашим DC-шкой. Ага. Все. Значит, сами бинарники у нас установлены. И вот видите, в чем отличие с, например, даже тем же 2008-м, с DC-Promo, что у нас установка бинарников не означает установку доменного контроллера. Нам нужно сделать еще дополнительные шаги. Соответственно, в наших уведомлениях говорим promote this server to a domain controller. По сути, это вот то, что раньше было DC-Promo-мастером. Вот. Только оно сейчас в GUI-версии. И, соответственно, пробуем это сделать. Соответственно, мы добавляем доменный контроллер к существующему домену. Вот он наш домен testing.com. Next. И сейчас проводится проверка. Ну и сразу могу сказать, да, что у нас ошибка. Почему? Потому что видите, что у нас говорят? Verification of replica failed. Видите, forest functional level is Windows 2000. Ага. Сказали мы. И идем смотреть, где это все у нас меняется. Меняется это проще всего через оснастку Active Directory Domains and Trusts. Первое, что мы смотрим, это смотрим на режим функционирования домена. Вот эти вот режимы функционирования, режим функционирования домена, режим функционирования леса, просто говорят о том, какая функциональность будет доступна для клиентов, которые подключаются в этот домен. Вот. И, соответственно, режим функционирования домена у нас влияет на то, какие доменные контроллеры у нас могут быть. Ну, соответственно, там по нижнему уровню. То есть, если у нас, например, доменные контроллеры 2003, 2008, 2012, то режим функционирования домена может быть не выше 2003, так как все будут, пусть безобразно, но единообразно прикидываться 2003 доменными контроллерами. Вот. Но так как мы сейчас делаем обновление, то как раз эти режимы функционирования повышаем. В данном случае пока до 2003. Вот. И здесь, естественно, надо дождаться, пока у нас все эти изменения реплицируются на весь лес. Но в нашей тестовой среде у нас проще. У нас один пока доменный контроллер, поэтому все дожидаться особо нам смысла нет. Вот. Еще в реальной среде я бы очень рекомендовал использовать утилиту dcdiak. Это утилита тоже тестовая, и она на 2003 есть, и на остальных версиях, которая позволяет проводить тестирование нашей инфраструктуры Active Directory на наличие каких-то проблем. Тут большое количество тестов, которые она проводит, как видите, и на репликацию, и на наши общие папки для групповых политик, на DNS. То есть очень-очень много различных тестов, и она позволяет как раз определить, насколько наши доменные контроллеры являются корректно сконфигурированы. Поэтому до вот таких обновлений устраняйте все ошибки, которые там показываются. Но у нас здесь их нету, поэтому я смело могу проводить вот такое обновление. Соответственно, а сейчас просто мы добавляем новый наш доменный контроллер. Указывается, что мы здесь можем установить. Это какие роли у нас будут, какие дополнительные компоненты устанавливаем. DNS – это глобальный каталог. Read-only domain-контроллер мы здесь установить не можем, просто потому что у нас там других нет серверов под управлением 2008 или выше для его поддержки. Но как бы в нашей ситуации это не нужно. Традиционно это directory service restore mode password устанавливаем. Здесь указываем, в какой сайт будем подключаться. Тоже удобно, потому что, например, раньше нельзя было выбрать, только это потом уже менялось. И откуда будем реплицировать? В данном случае у нас особого выбора нет. Ну и все традиционные параметры проходим. Дальше будут у нас некоторые предварительные требования просматриваться. У нас тут будут некоторые варнинги, связанные с тем, что нет поддержки, например, для NT4. Но как бы на это обращать внимание не нужно. Ну вот он как раз. И там delegation для этой зоны как бы на более высоком уровне не прописан. Но здесь это нормально, как бы это не проблема. Вот все. Alt prerequisite checks pass successfully. Так что делаем установку. На этом я, наверное, пока с вот этой демонстрацией прервусь. И чуть позже, когда эта вся у нас процедура пройдет, покажу, как, например, перемещать вот эти вот FSMO-роли даже с помощью одной команды, с помощью PowerShell. На мой взгляд, достаточно красиво, потому что, ну, вы ее можете найти там и как бы вот в этой презентации. И, соответственно, запись будет и в течнете не проблема. Так что все будем делать, чем по нескольким утилитам бегать. Вот. 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 Окей. Теперь я пока перехожу на презентацию. Сейчас. И что нам будет требоваться потом? Потом это мигрировать, соответственно, наши FSM-роли. И вот здесь вот важно, вот этот нюанс не везде прописан. Если у вас в системе остаются, например, старые клиенты, то есть вы еще не мигрировали, например, всех клиентов с Windows XP или, например, есть еще 2003 сервера, то в 2012 R2 придется еще дополнительно на доменных контроллерах делать телодвижения. Они связаны с тем, что по умолчанию в 2012 R2 у нас не поддерживается SMB первой версии для файлового сервера. А так как доменные контроллеры распространяют групповые политики как файловые папки, то нам нужно еще будет сделать некоторые дополнения на этом доменном контроллере. Ну, во-первых, я сейчас, наверное, покажу еще раз на сервере. Так, сейчас. Давайте я покажу сейчас на другом сервере, но по сути не будет меняться с ним. Посмотрите. Во-первых, нам нужно убедиться, что на этом сервере у нас установлен компонент поддержки SMB первой версии. Ну, это через Server Manager, AddRolls and Features. Сейчас. Все как в анекдоте про многозадачную операционную систему. Менедж. AddRolls and Features. Да, мы думаем. Сейчас. AddRolls and Features. Ну, и брюки превращаются. Ждем. И здесь убедитесь, пожалуйста, что в компонентах у вас установлен вот этот компонент SMB 1.0. Вот. Но это не означает, что если он установлен, то все будет поддержкой. Оказывается, это не совсем так. И с чем это связано? Что вот если мы сейчас перейдем, например, на сервисы. И посмотрим на такой сервис, как сервер, который отвечает как раз за наши общие папки. И в том числе папочки syswall. И посмотрим на dependencies. То посмотрите. Видите, у нас указано SMB 2 драйвер. Что это означает? Что старые клиенты к такому доменному контроллеру подключаться не смогут. Кстати, это говоря не только про доменные контроллеры. То есть, если вы мигрируете в файловый сервер, будет то же самое. Поэтому для того, чтобы у нас старые клиенты могли подключаться, нам придется еще делать некоторые танцы с бубном. А более точно не с бубном, а с реестром. Соответственно, запускаем регэдит. И здесь в разделе Local Machine System Current Control Set Services ищем такую LAN-мен сервер. Вот это как раз и есть служба сервер. И посмотрите, вот тут у нас есть параметр depend on service. И вот здесь вот оно по умолчанию идет сам SS и SRV 2. А вот если говоря о более старом, даже 12 сервере, то там будет просто сам SS и SRV. Поэтому для того, чтобы старые клиенты поддерживались, нам на любом сервере, к которому они будут подключены, нужно будет вот это поменять, убрать вот эту двоечку. То есть, будет здесь просто SRV. Окей? И что мы делаем? Просто эту службу перезапускаем. Вот, и если мы сейчас посмотрим, Dependencies, посмотрите. Видите, что у нас появилось? Сервер SMB 1. Драйвер, который уже дальше зависит от второго. Вот, то есть, вот после этого у нас клиенты старые, XP-шные 2003. Или, кстати говоря, это не только просто таких старых клиентов. Как бы у нас же разговор о том, чтобы от них мигрировать. Маковские клиенты тоже подключаются часто по SMB 1. Поэтому, если у вас там часто руководство любит Маки, соответственно, чтобы у них счастье не пропадало, подключение к общим папкам, то вот это тоже придется делать на таких серверах. Вот, об этом можно почитать, если там набрать даже в интернете, там SMB 1.0 support, там Windows Server 2012 R2. Там сразу будет несколько ссылок на такие статьи. Ну и там, если захотите, могу потом это предоставить. То есть, это не проблема. Вот, то есть, телодвижения, в общем-то, простые, но, как бы, это надо знать. Окей, и вот, если мы сейчас посмотрим на наш сервер, наверное, он у нас уже, ага, он у нас сейчас перезагружается. Да, вот как раз получается, что мы можем что-нибудь с ним сделать. Вот, ну и, соответственно, давайте попробуем, попробуем это сделать. Так. Вот, окей, вот он наш новый сервер. Сейчас проверим, что он уже у нас является доменным контроллером. Так. Что там у нас, брюки превращаются? Ну, ждем. Ну, да, конечно. Сервер-менеджер первый раз грузится, это процесс небыстрый. Кстати, это такой маленький бонус для тех, кто слушает. Если, например, вам надоело, что сервер-менеджер всегда грузится при лагоне, и, как бы, если компьютер не очень шустрый, то это может занимать, там, иногда минуту-полторы, то есть очень простой способ, как этого избежать. Вот, если вы говорите, менеджер сервер-менеджер пропитис, то у нас внизу есть галка. Do not start server-менеджер автоматик в лагоне. Но реально он не всегда нужен. То есть, когда нужен, мы его запустим, но когда не нужен, что его постоянно запускать? Так что это такой маленький вам бонус. Вот. Так, запускаем, например, наш Active Directory Domains and Trusts, и даже нет, наверное, Active Directory Users and Computers, и посмотрим. У нас наш новый доменный контроллер должен уже прописаться в разделе Domain Controllers. Ага. Вот, смотрите. Вот он, видите, уже есть. Вот. Так что, как видите, мы его установили, и теперь, как и обещал, нам нужно перенести наши FSM-у-роли. Вот. Как нам это можно сделать? Сейчас я покажу два варианта. Первый – это с помощью графической утилиты, а второй – с помощью PowerShell. Вот. Тут уже называется на вкус и цвет, но как-то все фломастера разные. Реально, так как это делается редко, то на самом деле не так принципиально абсолютно. Смотрите, вот он наш Active Directory Domains and Trusts, а если мы сейчас, где у нас они, Operations Master, то мы сейчас к V2K3 подключены. И поэтому, вот если мы еще раз посмотрим, VT-Change невозможен. Вот. Уже текущий обслуживает роль. Поэтому, что мы делаем? Мы говорим Change Active Directory Domain Controller, указываем наш 12-й сервер. Окей. И вот теперь мы можем как раз, во-первых, с Мастер сделать Change. Угу. Да. Все. Successful Transfer. Давайте проверим, что это действительно так. Угу. Та же утиль, это самый простой просто, net-dom-query-fsm. Ничего лишнего. Ну вот. Видите? Вот. Домейн Naming Master, TST, V12R2. Окей. А теперь давайте я покажу, как, называется, то же самое делать, но с помощью PowerShell. Достаточно удобно, что не надо так там подключаться к тому, переходить туда. Ну, единственное, конечно, эту сейчас команду надо знать. Ну, тут, как бы, знать же это не проблема. Взяли, посмотрели. Вот. Команда звучит так. Move. Она вначале, конечно, страшенная. Move. AD. Server. Operation. Master. Roll. Ну, ее, благо, не надо же все вводить. У нас автокомпришн никто не отменял, поэтому по-то вам все нормально. Identity. Сейчас подумаем. Значит, здесь указываем, куда мы будем передавать. Соответственно, это у нас TST. V12R2. DC. Надеюсь. Правильно. И теперь. Айо. Operations Master. Да, бывают такие иногда глюки. Так. Move. Дубль два. Rector. Server. Operations Master. Ну, сейчас вроде должно быть уже. TST. V12R2. DC. Так. Вот это вот самое важное, чтобы правильно его написать. Он, конечно, Operation Master. И здесь мы перечисляем, кого мы хотим перенести. Кто у нас остался? Вот если мы посмотрим вот здесь, вот, мы их можем просто по именам. Вот у нас, Shema Master. Под старым? Старым. Shema Master. Здесь они слитно пишутся. Вот. Следом, прямо, кто у нас? Домейн на имен Мастер перенесли. ПДЦ. Она называется PDC Emulator. Запятая. Кто следующий у нас? Инфрастракча мастер. Так и пишем. Инфра... Ну, я, с вашего позволения, уже его полностью. Инфрастракча мастер. Запятая. Кто у нас остался? Ридмастер. Вот эти вот роли мы хотим перенести. Выглядит вроде страшенно, но делается она, да, для всего. Так, мягко говоря, не часто, поэтому можно это все подсмотреть на том же там. Точнее. Сделали. Давайте проверяем, оно получилось, не получилось. NetDom Query FSMU. Вот. Ждем. О, смотрите, видите, V12R2DC. Все. Все чисто. Вот. Поэтому, на самом деле, это у нас почти все. Осталось только сделать demotion или удаление нашего старого доменного контроллера. Здесь мы, конечно, не делаем просто, как взяли, отключили от сети и все. Нет. Там нужно сделать еще утилиту DCPromo, запустить на старом доменном контроллере для того, чтобы это все произошло. У нас сейчас ограниченное время, поэтому я не буду этого показывать. Но там ничего сложного нет. Единственное, что если, например, на том сервере еще у нас оставался роль глобального каталога, а вот видите, вот у нас DCTypeGC, то надо ее вначале оттуда убрать. То есть, пропитис, опять же, просто через Active Directory Users and Computers на General NTD Settings и удаляем галку Global Catalog. Окей. Окей. Все. Он у нас теперь станет обычным DC, и его мы можем спокойно делать demotion. Так. Окей. Давайте тогда переходим обратно на презентацию. Что еще тут могу сказать, что если у вас на этом же контроллере был, например, DNS сервер, то, соответственно, тоже нужно будет делать поправки на клиентах. Или после того, как вы сделали, например, demotion, просто IP-адрес у нового доменного контроллера меняете на предыдущий. Вот. Окей. Окей. Что еще важно, это миграция папочки syswall, которая используется для того, чтобы клиенты получали доступ к настройкам групповых политик. Все дело в том, что на 2003 серверах используется старая версия, например, миграции в File Replication Service, а начиная с 2008 поддерживается DFSR, Distributed File System Replication, которая является более удобной с точки зрения полосы пропускания. Там идет сжатие данных, репликация идет по блоково, а не по файлово. Вот. Поэтому ее, конечно, желательно провести. Поэтому после того, как вы сделали миграцию, не забудьте еще сделать перевод папочки syswall на новую миграцию. Для этого используется утилита DFSR.mig. Вот. Ну и когда уже все вы проделали, увидели, что все работает, вы можете сделать повышение режима функционирования домена и леса до новых версий. Ну, то есть, если как бы все, например, уже под 12-м R2 доменный контроллер, то можно и на самый большой уровень 12-й R2. Это позволит вам там некоторые плюшечки. Например, начиная с режима функционирования 2008 R2 для нашего леса, это возможность использования Active Directory Recycle Bin. То есть, корзинки Active Directory, которые вообще, ну, реально, это вот must-have. То есть, если что-то не так удалили, то не надо потом париться с восстановлением этих объектов либо в голом виде, когда у него ничего нет, кроме там его сам аккаунт name, вот, либо там вообще из бэкапа, что, в общем, мягко говоря, тоже не самое удобное. Вот, поэтому вот такие вещи нужны. Ну, и на 12-м это уже там поддержка, например, наших дополнительно атрибутов, клеймов для там расширенной функциональности. Вот, окей. Это что касается AD-шки. Мы на ней достаточно много посвятили времени, но вещь достаточно актуальная и интересная. По DNS-серверам все сильно просто. Если у вас эти зоны интегрированы в AD, вам вообще ни о чем не нужно париться, они у нас на новых серверах также будут доступны. Вот, если это, ну, единственное, что по клиентам. Вот, если это отдельно стоящие зоны, то в этом случае нам нужно будет там скопировать наш файл зоны там на целевой сервер и, соответственно, добавить, даже можно как бы без такого, можно просто сделать secondary зону для той зоны, которую вы хотите мигрировать. После того, как у вас произойдет репликация файла этой зоны, то вместо там secondary изменить тип зоны на primary и, соответственно, удалить с там сервера, который под 2003. Вот, вот здесь вот по DNS-серверам еще раз напоминаю, смотрите на клиентах. То есть это может быть прописано в настройках DHCP сервера, соответственно, IP-адреса меняем. Это могут быть статично прописаны на клиентах, тоже адреса меняем. Если же вам так париться не хочется, обычно как-то мы все делаем из принципа наименьших затрат ресурсов, наших, нашего времени главное. Вот, поэтому чаще всего я, например, делаю просто, что DNS, IP-адреса DNS-серверов просто на старых серверах меняю на какой-нибудь другой и новому DNS-серверу прописываю старый IP-шник и все. В этом случае никаких дополнительных настроек делать вообще не нужно. Что касается наших DHCP-серверов, то вот здесь вот как раз нам будут нужны... Тут можно будет действовать двумя способами. Либо мы, например, делаем по сути backup restore, то есть мы, например, экспортируем настройки с исходного сервера, после этого устанавливаем службу DHCP на целевом сервере, после этого обязательно останавливаем службу DHCP на исходном сервере. Не рекомендую вот сразу отменять регистрацию в Active Directory, это можно чуть позже, но остановить нужно, чтобы клиенты не получали регистрацию на старом сервере. И импортируем настройки на целевой сервер. После этого авторизуем DHCP в Active Directory и запускаем нашу службу DHCP на новом сервере. Все, клиенты будут получать эти настройки уже новые. Но, соответственно, после этого можно деавторизовать DHCP-сервер старый в Active Directory и отключать старый DHCP-сервер от сети, либо просто убирать с него эту службу. А здесь это вариант, связанный с Backup Restore, но точно так же мы можем использовать и с помощью Windows Server Migration Tools. Здесь через Export-Import с Mixed Settings мы делаем вначале экспорт настроек DHCP-сервера, потом их импорт на новый целевой DHCP-сервер. То есть и такой вариант возможен, даже с Backup Restore, на мой взгляд, может чуть больше телодвижений. Поэтому и возможно, потому что Windows Server Migration Tools будет и более быстро. Единственное, что не забываем после того, как DHCP-сервер, сейчас еще эмигрировали, посмотреть, что если у нас там раздаются диапазоны адресов для разных сетевых карт, которые находятся у нас в разных подсетях, то проверить, что у нас соответствующие подсети есть на целевом сервере, чтобы просто эти конфигурации соответствовали. Что касается наших файловых серверов, то здесь можно поступить разным образом. Либо просто в тупую, например, сделать бэкап у наших исходных папок на сервере с помощью NT-бэкап, например, на 2003 и потом импортировать на 2012. Либо, что я рекомендую, это Windows Server Migration Tools. А здесь что важно? Важно, чтобы у нас как раз на нашем целевом сервере обязательно были открыты вот эти два порта UDP и TCP 7000. Они у нас по умолчанию будут закрыты, поэтому у нас миграция может не пройти. Далее мы делаем вначале на целевом сервере Receive SMIC Server Data. И этим мы открываем наш сервер на прослушивание вот этого 7000-го порта для того, чтобы получать эти данные. И с помощью команды Send SMIC Server Data мы на исходном сервере будем копировать ту общую папку, которая нам нужна. Это все достаточно детально описано, поэтому конкретными командами грузить вас сейчас не буду. Но все происходит в автоматизированном режиме и в результате мы получаем уже на целевом сервере эту общую папку. Ну вот насчет файловых серверов я рекомендую все-таки это делать в нерабочее время и не потому, что на исходном сервере, например, эта папка будет недоступна. Она-то доступна будет, но пользователи же у нас могут в это время что-то менять, поэтому я рекомендую выделить какое-то окно для как раз миграции, и когда пользователи не будут менять эти файлы, тогда вы спокойно в консистентном режиме все эти данные и переведете. Что касается серверов печати, это еще один вариант, который у нас на 2003 достаточно часто используется. Здесь не все однозначно. по причине того, что могут быть разные драйвера, которые могут, например, просто не иметь новых версий, например, под 2008-2012. К сожалению, такое бывает, поэтому если пользуетесь какой-то экзотикой или очень-очень старыми принтерами, то, возможно, у вас просто не будет возможности эти принтера перевести на 12 сервер. Ну, тут два варианта. Либо соглашайтесь с тем, что да, так есть, либо просто эти принтера уже заменяйте на чем-то более новым, ну и далее называется со всеми. Вот. Принтера мигрируются с помощью оснастки сервера печати, который у нас появился уже в 2008-м сервере, и с помощью экспорта и импорта наших принтеров с одного сервера на другой мы можем их переключать. Понятно, что это чаще всего у нас относится к сетевым принтерам, но понятно, что которые локально мы так не экспортируем, но как бы наиболее часто это как раз и бывают сетевые принтеры. Вот. Соответственно, новый принт-сервер мы можем либо потом, после, например, переименования старого сервера, его включить под тем же именем, либо не изменять его имя, а добавить просто запись TPCName в DNS с именем старого сервера, который будет указывать на новый сервер. Тогда нам будет не нужно переключать вот это подключение принтеров у клиентов. Ну и что касается нашего центра сертификации, тоже достаточно распространенная ситуация, что центры сертификации у нас на 2003 серверах. При этом важно отметить, что здесь у нас центры сертификации будут мигрироваться только вот сама роль Certification Authority, потому что там у нас несколько ролей. Ну, в 2003 это Certification Authority и Certification Authority Web Enrollment. Вот. Тут Web Enrollment получается только как сопутствующий компонент, поэтому делаем миграцию только для Certification Authority. При этом обязательно вот это вот условие, делайте резервную копию исходного сервера, всего сервера. Почему? Потому что в процессе миграции мы деинсталируем Certification Authority с исходного сервера, поэтому его резервную копию делать обязательно. Итого, что же нам нужно сделать для того, чтобы, например, мигрировать в наш центр сертификации. После создания резервной копии всего сервера делаем резервную копию базы данных центра сертификации и закрытого ключа центра сертификации. Получим набор наших файлов. Кроме того, нам нужно будет сделать настройку, копию настройок реестра нашего центра сертификации. Это у нас тоже через такие же Computer Configuration System, Current Control Set, Services и Cert.SRV. Дальше. Если у нас, например, на исходном сервере был файлик, сей полиси, который задавал исходные настройки нашего центра сертификации, то тоже его копируем с исходного на целевой. Если вы не знаете, что это такое, и вы не видите этот файлик в папочке C-Windows, то, значит, вам вот этот пункт просто не нужен. После этого нам нужно удалить роль центра сертификации с исходного сервера. Почему сразу так жестко, что прямо до удаления роли? Просто потому, что клиенты получают информацию из Active Directory о том, откуда, к каким центрам сертификации они могут обращаться. Поэтому, если вы не удалите вот эту роль, то записи в AD не изменятся. Соответственно, клиенты будут пробовать подключаться к старому центру сертификации. Ну и, соответственно, если вы его, например, удаляете, то это будет невозможно. Поэтому вот эту роль удаляем. Соответственно, что делаем на новом сервере? Мы его включаем в домен, ну это стандартно, добавляем роль центра сертификации на этот сервер и восстанавливаем его базу данных и, соответственно, там закрытые ключи и восстанавливаем конфигурацию реестра. После этого там перезапускаем нашу службу центра сертификации и после этого нам будет важно обновить еще список шаблонов нашего центра сертификации для того, чтобы клиенты могли запрашивать те шаблоны, которые были на исходном сервере. При этом важно, чтобы новый сервер, желательно для того, чтобы вы имели меньше проблем, назывался точно так же, как предыдущий сервер, ну и, соответственно, чтобы сам центр сертификации имел точно то же название. В этом случае у вас никаких проблем не будет. Потому что если, например, сервер будет называться по-другому, то там будет нужно давать еще дополнительное разрешение на контейнеры Authority Information Access и Serial Distribution Point и CDP в контейнере Configuration Services в Active Directory. Потому что там именно настройки по безопасности, кто может изменять вот эти контейнеры, где у нас публикуются данные с центра сертификации. Если же у нас имена будут те же, то как бы тут вот этих вот уже настроек делать не нужно. Вот. По сути, это вот у нас такие основные шаги, которые мы делаем. Понятно, что вот то, что я сейчас сказал, это для Active Directory я вам показал чуть больше, а для остальных ролей я рассказал больше так вот на пальцах. Но у нас формат нашего вебинара, к сожалению, не позволяет нам сделать такие полноценные презентации по миграции каждой роли. Хотя, конечно, жалко. Оно все делается достаточно красиво и можно это посмотреть. Но постараюсь тогда, чтобы еще прислать ссылки на вот эти вот шаги, что нужно сделать для того, чтобы вы это могли уже посмотреть потом самостоятельно, уже более подробно. Вот. Это вот такие вот основные роли, на которых я хотел остановиться, потому что, ну, я считаю, что это из моей практики, это наиболее такие вот частые роли, с которых идет миграция с 2003 на новые сервера. Поэтому на этом я, наверное, сейчас остановлюсь и передам слово Андрею, который еще скажет некоторые дополнения. Андрей. Да, спасибо, забираю на себя презентацию. Что бы я, во-первых, хотел сказать? Мы стараемся делать, ну, я, по крайней мере, в нашей партнерской группе с нашими партнерами, надеюсь, вот, Сергей вам понравился, более-менее как презентатор, более-менее как специалист своей вещи, ну, не то, что даже более-менее, как специалист и презентатор, мне, по крайней мере, очень ценна его поддержка, делать более релевантные подобного плана вебинары, семинары. Что значит под релевантностью? Если вы то предложение, приглашение почтовое видели или там вчитывались, по крайней мере, которое на это мероприятие вам приходило, то, в принципе, я думаю, сделали там некий инновационный шаг, а именно предложили присылать вопросы за неделю минимум, ну, или вообще минимум за три дня хотя бы, которые бы вас могли интересовать на этом вебинаре. Темы, презентации, представления, то есть, которые мы бы могли просто рассмотреть и вложить, то есть, чтобы информацию, информационный поток, который мы от себя представляли, он был, может быть, такой больше подготовленный для вас. Но не беда, если вы это не прочитали для данной презентации или не вложили вопрос. Мы предлагаем иметь это себе в виду. Контакты маркетинга нашей компании, они там были в переписке, в соответственном приглашении я предлагаю вам письмо там поискать, не выбрасывать пока, и, грубо говоря, сформировать свои видения, потребности в информационной вещи, которые вы хотели там осветить, которые вам нужны не только по данным тематике, но вообще по различным семинарам. Почему? Потому что мы стараемся делать у нас компанию Microsoft в разное время, в разных форматах, достаточно часто. У нас в офисе параллельно идет обычно два-три мероприятия онлайновых, онсайтовых, там в виде комьюнити, в виде каких-то семинаров, в виде Microsoft видения семинаров, или партнеров, или партнерами. То есть, мы собираем под запросы наших заказчиков, под запросы технических специалистов с рынка наиболее такие удачные конфигурации, которые могли бы удовлетворить их интересы и голод. Соответственно, присылайте, мы будем стараться делать, подыскивать под ваши запросы более такие отъюстированные, как я их называю, релевантные для вас там информационные мероприятия. Не забывайте про это. Что бы я еще хотел несколько добавить в конце. Понятно, что какие бы мероприятия или тренинги такие Microsoft или партнеры, или просто какие-то специалисты, гуру в своем деле не провели. В любом случае, даже если вы прошли тренинг в специализированном учебном центре, необходимо перед тем, как выполнять реальную работу, ее нужно как бы попробовать на чем-то поиграться. То есть, там, сервер на сервер миграция, то, что называется в обычной среде айтишников, переливание с тазика в тазик, то требует наличия этого тазика сервера. С этим бывают проблемы, особенно, когда 32-битная, 64-битная процедура. Покупать 64-битную железу, не понимая в том, что потом программное обеспечение, бизнес-программное обеспечение, вообще на нем запустится, не потребуется переписывать его и получать, нагоняясь за руководство, что не попробовали перед тем, не сформировали полную стоимость миграционного проекта, это обычно неправильно, наверное. Соответственно, что же делать, если у вас нету на чем поиграться, нету этих тазиков, нету свободных тазиков? Ответ от компании Microsoft очевиден. На сегодняшний день мы предлагаем такой сервис, как Azure, это виртуальный дата-центр с виртуальными машинами, фактически Hyper-V плюс готовые пасс-сервисы в облаке, которые вы можете брать и пользоваться. Соответственно, на страничке, которая сейчас светится, рассказывается, что вы можете приобретать мощности, соответственно, вычислительные в Open, не кредитной карточкой компании, но это не факт, что вам вообще за это нужно что-то заплатить деньги, это если уж там вам понадобится, понравится на постоянной основе. Azure у нас представляется как сервис для конечного заказчика, в trial-режиме, на 30 дней вы можете зайти на www.azure.com и просто завести trial-аккаунт, никаких там денег с вас за это не потребуется, и 30 дней с достаточно нехилыми мощностями вы можете их попробовать. Соответственно, вы можете их попробовать как MSDN подписчики, если у вас есть соответствующая там библиотека, доступа ко всем тестовым версиям библиотеки. У многих наших заказчиков, зачастую банки, есть собственные разработчики, группы разработчики, вы можете попробовать, ну не то, что можете попробовать, вы можете постараться оформить в Сашу группу разработки, как Беспарк, например, членов разработки, в котором тоже получают некоторые там бенефисы, плюшки, продукты, разработки, доступ к лицензии там бесплатно. Если у вас очень серьезный проект, который за 30 дней не вписывается, грубо говоря, в среду, то в принципе для заказчиков, которым у нас есть бизнес-отношения, ну бизнес-отношения, то в первую очередь есть выделенный партнер-аккаунт-менеджер, который мыкает на себя все отношения вашей там конечной компании как заказчика с компанией Microsoft по всем вопросам, лицензионным, нелицензионным, там технической поддержки и так далее, то в принципе для серьезных проектов, которые там мы видим, что это достаточно существенное там продвижение там по технологиям заказчика, по продуктам заказчика в их инфраструктуре, мы можем через партнер-аккаунт-менеджер создавать более серьезные там бесплатные тестирования под проект, то есть там на 3-4 месяца с достаточно серьезным набором технологических ресурсов, которые над это выделяем, для того, чтобы вы попробовали, посмотрели, как этот в том числе и Azure может быть вам полезен для поддержки операционного вашего сопровождения. Сопровождение сопровождения это не только вот тестирование, пилотирование, обучение ваше. Я проработал более 15 лет в системных интеграторах, сопровождал достаточно большое количество больших заказчиков, в которых удалось встретиться и с Windows, и А64, и Таниум архитектуры в том числе. В чем большая проблема? В первую очередь большая проблема большинства заказчиков, то, что я видел. Больших, маленьких, неважно. 86% проблем, связанных с бэкапом, точнее, с нерелевантностью его восстановления. Почему? Не потому, что бэкап как-то неправильно делается, а по той причине, что когда происходит час-ча, обычно он происходит ночью, в выходные, на месте нет, или есть на месте, то не удается очень быстро восстановить соответствующую систему, по той причине, что технические специалисты, администраторы умеют бэкапировать, но не умеют восстанавливать, не оттренированы в обратную сторону, то есть, в какой последовательности восстанавливать конфигурации системы. Причина очень проста. Нет простого этого тазика, на котором тренироваться. Предполагается, что восстанавливать будет на том, что сейчас железо есть в продакшене. Не все заказчики могут себе позволить пилотной, виртуальной, лабораторной мощности. Соответственно, я уже не говорю про процессы ITSM, которые регламентируют вам и рекомендуют каждый месяц производить тестовое восстановление данных, для того, чтобы понимать, что у вас там данные целостные, что процедура там целостная, что все у вас обратно восстановится, в конфигурациях никаких изменений, при каких-то сервис паках в этой процедуре не произошло существенное изменение, чтобы вы были умерены. Соответственно, что вот в такой ситуации, когда тазика нет, а проблема достаточно большая, риск операционный достаточно простой. Azure на 30 дней в трайле, вы себя обучаете, даже пускай без данных, как восстанавливать системы конфигурации, как мигрировать системы, как подключать их между собой. Это такая процедура. За 100 долларов в год, например, или там в месяц, насколько вы захотите уже большие системы себе крутить, потому что сервер, виртуальный сервер, виртуальная машина, например, с двумя виртуальными процессорами и с тремя гигабайта памяти, это стоит около 9-12 центов за час по минутной тарификации биллингов. Ну, за 100 долларов вы очень много сможете чего наиграться, сможете чего протестировать, и для этого вам не нужен на сегодняшний день Enterprise Grimm, повторяюсь, не нужен там кредитная карточка, есть Open, как обычную лицензию, приобретаете по 100 долларов, там с шагом, столько, сколько вам нужно, и никаких обязательств никому. Положили 100 долларов, они живут у вас там целый год, списываете по 9 центов в час, столько, сколько вам нужно мощностей, тогда, когда они вам нужны. Машину включили, биллинг списывается, машину выключили, на ночь, на выходные, на то время, когда просто вы ехали, вам не надо играться, биллинг не упрессит. Соответственно, на сегодняшний момент, повторюсь, за такие совершенно маленькие деньги, а какие они, такие маленькие деньги, есть вот на том же самом Windows Azure.com или Azure.com просто ресурсе, поищите калькулятор на русском языке, то есть оно все подстраивается, там можете любой сервис, базу данных, виртуальную машину, хранилище, медиа сервисы, если у вас появится какой-то интерес, развивать возможности в вашем экосистене, вы можете ползунками попробовать, посмотреть, сколько у вас там реальности, это будет предполагаться в самом дорогом, в самом максимальном варианте, там будет считаться. Вот, это то, что я хотел вам сообщить, соответственно, возможности, теперь проводить правильно планирование пилоты по внедрению, миграцию, проекты, в том, что проводить, так называемый, стейдж пруфа в конце, то есть не только рисовать картинки от руки, визио, там, как это все будет красиво, но и перед тем, как выполнять и покупать, это самое главное, у вас есть возможность проверять, у вас возможность есть теперь требовать как у конечного заказчика, чтобы партнер это проводил, показывал, более того, вот если там картинки вы помните, я показывал специально, что у нас есть и у ваших партнеров, которые вас сопровождают, MSDN подписки для партнеров, которых именно для этих целей, этих задач мы предоставляем ресурсы, чтобы они вам показывали, чтобы они вам демонстрировали. Вот эту вот маленькую вещь, наверное, я на ней бы и заакцентировал внимание, и, наверное, на этом бы остановил. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете их сейчас задавать, пока наш эксперт Сергей доступен, в чат, либо там пытаться отключать микрофон и задавать голосом, если у вас это там, я не уверен, получится или нет. Ну, по крайней мере, чат точно работает. Сергей, мы готовы отвечать на вопросы? Да, да, да. Коллеги, так что задавайте вопросы, я по возможности на них сейчас отвечу. Спасибо. Ну, судя по тому, что вопросов нет, либо действительно нет, Сергей отлично там работал, соответственно, я повторюсь, если у вас есть вопросы, есть пожелания, есть e-mail, вы можете их еще вдогонку написать, мы посмотрим, как на них попадается.